Мы продолжаем наш разговор. Тема у нас сегодня нешуточная, потому что называется она Жизнь равно Игра. Прежде чем мы, может быть, попробуем описать портрет наркомана. Вы знаете, я хотел бы, чтобы мы так глубоко не копали. Почему? Как выглядит наркоман? Очень прилично. Лудоман. Очень прилично выглядит. Это всегда хорошо одетый человек. Всегда спокойный. Нет у него, как у наркоманов, там любого рода выборков эмоциональных. Нет. Он может быть и любящим, и энергичным. Он может быть каким угодно. Единственное, какой он... Инфантильность мозга. Он хочет не заработать, а быстро получить. Получить быстренько. Быстренько получить. И глаза говорят, и он говорил, гун. И вы эту ложь, если вы работаете с ними, вы эту ложь видите. Ну вот он еще не зашел, а это ложь благовухая. Она впереди. Я подготовила маленький фрагмент. Это рассказ. Я взяла фрагмент из этого рассказа для того, чтобы, может быть, те, кто нас сейчас слушают, еще раз представили себе образ некоего человека, который готов закончить жизнь самоубийством. Смотрим. Николай. Нужно сделать шаг. Он представил себе, как тело его камнем падает на асфальт. И испугался того, что он будет чувствовать в последние секунды перед ударом. Все-таки страшно. Еще вдохнуть. Еще разок. Дверь в комнату внезапно распахнулась, и на пороге появилась мать. А за ней отец. Отец почти ничего не видел, и мать была его поводырем. Не увидел он и сына, который стоял на подоконнике у открытого Настиш окна. Мать застыла, как вкопанный. Отец от неожиданности наткнулся на нее и ударился о дверный косяк. Испугавшись до смерти, она боялась напугать своего Коленьку, жизнь которого зависела сейчас от неловкого движения или, наоборот, от ловкого шага в пропасть. Николай вдруг увидел себя со стороны, глазами матери, расширенными от страха и ужаса. Мать свою он безумно любил, но минуту назад он думал о ней меньше всего. Николай мысленно встал на ее место, а на подоконнике увидел вместо себя своего Ромку, 15-летнего подростка, старшего сына, и ужаснулся, и медленно спустился вниз. Сердце колотилось так, как будто оно молотком сквозь череп пробивало мозги. Мать бросилась к сыну, рыдая, причитая, «Сыночек, родименький мой, родименький мой, не надо, не надо, не надо!» Он обнял ее, бьющийся в истерике, вдохнул знакомый запаха и седых волос и не смог сдержаться. Заплакал сам. Отец стоял у дверного косяка, не понимая, что происходит. Николаю придется объясниться, но он не знал, как это сделать. Помогла мать. «Коленька, родненький мой, мы все-все для тебя сделаем, только скажи, что? Чем тебе помочь? Скажи, что с тобой стряслось?» Отец спросил, «Почему так дует? Кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит?» Сегодня Николай проснулся ни свет, ни заря и пожалел, что проснулся. Липкое сознание безысходности наполнило его мозг горьким медом вчерашнего воспоминания. И голова мгновенно оттяжелела. Память вернула его туда, где умерла его надежда. Та самая, которая умирает последней. Вчера он проиграл до последнего рубля свой последний кредит. Все его стратегии и алгоритмы рухнули вместе с ней, с последней надеждой. А ведь остановись он вчера на первой ставке в букмекерской. Он бы не слил туда все, что у него было. Но он слил. Он слил туда не только деньги. Он слил всех своих друзей и знакомых, которых занимал и не отдавал. Он слил туда родителей, которые давали ему на квартиру и до сих пор не знают, что квартиры этой уже не будет. Он слил туда свою семью. Ленку, Ромку и маленькую Зою. Он продал свою душу дьяволу за ставки, обманывая всех и вся. Ну вот такой вот фрагмент. Я так думаю, что он достаточно убедительный. Убедительный хорошо. Хорошо все это. И вдобавок я хочу сказать, что только последняя работа по игровым наркоманам российская. Большая когорта была взята исследуемых игровиков, ну игровой наркомании. Всего лишь, вот если взять их за 100%, а там было где-то около 600 игровых наркоманов, всего лишь 12% не имело признаков депрессии. Вот я как раз и хотела сказать. Это вдобавок к этому фрагменту. 12% вы вдумайте. А если взять мировую статистику, о которой ты говорил, мировая статистика говорит, что где-то игровиков у нас с зависимостью на шарике более 2 миллионов человек. Ладно, в миллиардах это растворяется. Трудно себе представить там сколько. Но это зависимость, сформировавшаяся зависимость, которые лечились уже в реабилитационных центрах. Так сказать, верифицированные. Верифицированные и не просто. Вы знаете, если мы не затронем эту тему, а что с ними делать? Валерий Семенович, еще один вопрос перед тем, что с ними делать. Есть такая, ну одна из версий, поскольку вот что с ними делать, это самый большой вопрос. Самый большой и самый важный. Как их лечить? Как их лечить. Но влечение к игре проявляется у людей, которые уже как бы изначально имеют какое-то психическое, ну так скажем, не очень здорово в психическом плане. Как вы отреагируете? Ни в коем случае. Ни в коем случае, да. Ни в коем случае. Это все то, что... Ну я ищу зацепки, да. Все то, что... Может быть он уже был нездоров, и вот и плюсы громады. Слушайтесь, все то, что у них возникает, в основном, это навязчивые, сверхценные и бредовые идеи. То есть это вот тут эмоционально суициды. Суицидов невероятные, я уже говорил, что это самая мощная такая группа наркоманов. А возникают вот эти бредовые состояния, наши, психиатрические. Возникают с преследованием, с идеями самыми страшными. И тоже они убивают себя в бреду. Потому что никто... Вы обратите внимание, и вот доктора, психиатры, если вы меня когда-нибудь вообще слушаете, обратите внимание, нет исследований в мире по поводу психического состояния, психотических состояний, больных игровыми наркоманиями. Нет, никто не исследовал электроэнцефалограмму этих больных, хотя у них мы с Константином Валерьевичем на электроэнцефалографе, не таком продвинутом там японский, но неплохой. У нас Украина. Да, и украинский, да. Так вот, никто не исследует. А там образуются эпилептиформные очаги. Можно следить за ними. То есть они сами не... Так же, как при алкоголизме, так же, как при наркомании. Из патологической доминанты формируется вот этот очажок. Он не эпилептический, он эпилептиформный. Я это тысячу раз говорил. Он устойчивый, да, очень такой. Но он, понимаете, он мозаичный. Он совсем не как при эпилепсии, где туго подвижный, жесткий. Его даже можно прооперировать, эпилептика, на этом очаге. А тут, опять я вспоминаю в Суе Бехтереву Наталью, которая пыталась поймать этот очажок наркомана. И поймать не могла, потому что он в силу мозаичности, в силу... Потому и мозаичен, что он с бешеной скоростью движется, перемещается по коре. И она не смогла даже электродом на добровольцах наркомана... Поймать его. Поймать его она не могла. И вот стоит вопрос. Как лечить? Как лечить? А лечат во всем мире одинаково. Тут парадокс. Наркоманов лечат, как угодно. Авантюристы процветают на наркоманах химических. Процветают, как угодно лечат, дурят, как угодно. И с игровыми наркоманами все просто. С ними труднее общаться, они разумные. У них мозги хорошие. И их дурить врачам-наркологам сложнее. Вы уж меня извините, господа наркологи. Если это помогает, так ради бога. Дурите дальше, если это... Да, я всегда это говорю. Там, где ваш авантюризм помогает, все эти кодировки, я за них. Кодируйте. Если человек верует... Я всегда говорил, даже вот он пошел в церковь, поставил свечечку и вышел. И если он воистину верующий, помогает на какое-то время. А так что делать, Валерий Семенович? Да. Так как же лечат игровых наркоманами? В основном в реабилитационных центрах. Но ты же не положишь его амбулаторно. Ты же его не положишь в больницу. Что с ним там делать? Да, у него нарушено. Капать ему нечего. У него самое главное, о чем мы не говорили еще, но вообще эта тема, мы всегда как-то... Аккуратно. Нет, аккуратно со временем. Всегда спешим. Так вот, нарушено самосознание. Нарушение, думайте, самосознание. У него полная ангидония. То есть ангидония – это неприятие болезни. Он здоров. И даже когда он соглашается, потому что, ну, разрушил семью, разрушил то, разрушил другое. Ну, просто денег нет. Просто денег нет. Он просто в кабале и просто уже привязан или в кандалах сидит, потому что его не пускают на улицу. И ангидония все равно полностью. Полное нарушается самосознание. И вот даже судебные психиатры не учитывают вот этот аспект самосознания, нарушение самосознания. И с этим надо бороться. Каким образом? Опять же, в реабилитационных центрах. Но мы знаем, реабилитационные центры во всем мире – это первая структура обдуривания больных наркоманией. Всегда вот, ну, вот у меня сегодня был больной наркоманией, который, ну, он уже неделю у меня, и мы с ним работаем. Он в Киеве попал в этот реабилитационный центр, где его просто поймали. Ну, как жена привезла, то есть жена. Мама привезла, он молоденький мальчик. Закрыли, бомбили его, кулаками учили. Они все в галстуках, это вот подчеркиваю, все чистенькие, но цинично наглые, которые избивали, которые… И думая в своем примитивизме, что можно наркомана кулаком вылечить, да ничего вы с ним не сделаете кулаком. И не только кулаком, увещеваниями вы не сделаете гипноз. Гипноз? Да. Господа хорошие, какой к черту гипноз? Он не верит, так как у него ангидония, он не верит врачу. Какой может быть гипноз? Ну, еще есть кодирование. Кодирование, да. Он смеется над вами, смеется, потому что он разумен, он методичен, потому у него и паранояльное развитие, психиатры, вы должны понимать, паранояльное развитие, паранояльный бред, формирование паранояльного бреда. И вот что делать? А, господа, не чурайтесь биологических методик. Они не чураются, они назначают нейролептики. То есть на период пребывания в реабилитационном центре нейролептики. И вот он ходит, слюни у него текут, и он ходит там 4, 5, 6 месяцев. Они же не берут на месяц, да, или там на недельку до второго или как-то. Я уеду в комарова. Да, они не берут на это, они берут сразу на полгода. И сосут деньги, и ничего не предпринимают воистину. Но надо все это вместе. И не в этой стране, конечно, ну, я понимаю, я понимаю, что эта страна, понимаете, этот наркоман, вот даже мой мальчик, вот мой мальчик, который сегодня, сегодня я его отпустил во сколько, в час дня мы его отпустили. В час дня отпустили мальчика, который вышел в ту же среду. И он так или иначе выйдет в ту же среду без биологического подкрепления. Которое бы могло уже вызвать тревогу и быть на стороже в отношении своего сегодняшнего. Его надо вначале разбудить самосознание. И все это делается методиками, ну, применения и антидепрессивных средств. А основное это психотерапия? Но не антидепрессантов. Хорошо. А основное получается это психотерапия? Нет. Это у них так получилось. Ну, я и говорю, да. В том-то и дело, что весь мир утонул в рациональной психотерапии. Они даже не принимают, ну, там не только рациональная, понятно, разные формы психотерапии, но психотерапия. И все, и все, и больше ничего. Игровая наркомания, они разводят руками. Что же мы можем сделать? Он умнее нас. Он нам не верит. То есть они пытаются поменять как бы его сознание, да? Да. А надо менять и биологическую структуру. И есть для этого, ведь очах, что для героиного наркомана, что для фенциклидинового, что для кокаиного, что для алкогольного, что для игрового. Вот этот очах одинаков. Одинаков. Он, конечно, имеет нюансы. Но игровой наркоман такой же наркоман, как героиновый. И лечить его методом разрушения доминантного болезненного очага, это прямой путь к тому, чтобы освободить мозг от этой зависимости. Физической зависимости. Это уже биологическая, физиологическая зависимость. Пока вы ее не уберете, пока он, одна мысль будоражит, возникла, вот он проходит мимо аптеки. И мгновенно мысль эта возбуждает этот очаг, очаг, который сформировался у него на базе приема, на базе того, что он играет и пьет. Это у него доминантный очаг. Он есть, он... А все остальные поддерживают его, да? Не представляете себе, это как опухоль какая-то там у него. Нет. Это очага. Вот у нас 300, я всем больным рассказываю, 350 миллиардов нейронов. Ну, вдумайтесь, 350 в каждой башке вашей, господа, 350 миллиардов нейронов. И каких-то там, ну, миллиончик. Что такое 350 миллиардов? И какой-то миллиончик нейрончиков. Вот прихватил вот эту заразу. Он стал зависим. И они работают на эту, если это химическое вещество, на это химическое вещество. Мы говорили просто, что все остальные под эту доминанту. И под эту, да. Игровой точно такая же доминанта. Но она кормится норадреналином, как ты предположил в боксе. И никто его не оспорит. Почему? Потому что никто... Я очень люблю. Во-первых, очень умный. А во-вторых, никто не знает истинного положения в системе нейромедиации. Истинного положения в системе нейрогормональной активности. Что там происходит? Это невероятно. Это царство, в которое мы не будем никогда вхожи. Итак, вот каков путь. И если не опомнятся наши ученые. Не опомнится. Не опомнится. Не опомнится. Я вчера посмотрел фильм о том, как победила на рынке машина электрическая. Как ее называют? Тесла. Тесла, да. Ведь она победила таки. Она таки вышла на рынок. И она занимается... Смогли уничтожить нефтяную зависимость от нефти. Вот точно так же мы должны уничтожить эти фармакологические фирмы, которые готовят нам непотребные лекарства. Уничтожить тех ученых. В буквальном смысле уничтожить. Выгнать их с работы. Которые занимаются, зная заранее, что этот путь в тупике. Они в тупике находятся. И они в тупике работают. В своих забралах. Потому что эти забрала дают им большую зарплату. Не просто большую. А Наталья Леонидовна. Ну, бешеную совершенно. Они получают деньги. Ну, невероятные деньги. И все за наш счет. Нельзя, чтобы они занимались нейрохимией в тупике. Надо вывести их на свет. И давайте-ка занимать. Найдите подход к этому очагу. У нас есть на сегодняшний день, ну, несколько способов подходов. Они изящные. Они хороши. Они... Но нам бы хотелось сильнее. А сильнее у нас не хватает экспериментальной базы. У нас не хватает лаборатории, которая бы была... Изучала нейрохимию. Мы не имеем животных. И нам очень трудно. Понятно, наши возможности ограничены. Но мы исходим все-таки из того, что мы принимаем мозг как черный ящик. И на основании того, что наш опыт позволяет нам знать, как отреагирует черный ящик. Если ввести в него... Вы понимаете, о чем я говорю, да? Введение в черный ящик стимула. Черный ящик – это мозг. Да, да, да. Мы на выходе получаем какой-то результат. И вот наш опыт уже и научный, и практически на больных, и чисто житейский. Мы вот скомплексовали это все. И мы уже знаем, как черный ящик будет реагировать. Мы не знаем его механизмов. Так же, как все не знают его механизмов. Но мы знаем, как он отреагирует. Это невероятная победа. И почему этой методикой никто не пользуется? Методикой зонда. Прозондировать, получить ответ. Валерий Семенович, будем надеяться, вас услышат сейчас. Вот те, по крайней мере, кто думает в плане науки и развития. А таких не очень много, к сожалению. Ну, есть. Огорчу еще в конце и телезрителей, и, наверное, вас в какой-то степени. Буквально неделю назад ко мне подошла женщина, которая смотрит программу, смотрит все программы с вашим участием. И она говорила о том, что вот ее внуки, это уже говорится, следующий этап, цифровая зависимость. Вот я хочу, так сказать, закончить нашу передачу тоже таким неким предупреждением. А может быть, у нас это будет тоже тема какая-то для будущего разговора. Мировые психологи всерьез заговорили о диагнозе цифровое слабоумие. Внимание родителей. Это состояние характерно для людей, которые не могут оторваться от телефона, от гаджета и так далее. То есть нарушение внимания, чтения, понимания текстов, проблемы. Все и взрослые знают по себе тоже это состояние. И есть уже такой термин псевдодебильность. Его ввел Курпатов, психолог, психиатр, психотерапевт. Вот. И им написано следующее, что в МКБ-11, сейчас мы пользуемся МКБ-10 еще, да, это международная классификация болезней, цифровая зависимость будет официально объявлена психическим расстройством. Цифровая зависимость. Это следующий этап. Где же она будет объявлена, если мы принимаем закон, который разрешает... А вот там будет, а там будет объявлено. Таким образом мы принимаем. Играйте, а мы вас будем каким-то образом лечить. И последняя информация. В 17-м году профессор, интересно, я даже почитала о нем немножко, Хюн Сук Сео, с группой исследователей Корейского университета в Сеуле провел комплексное исследование пациентов с цифровой зависимостью, которая доказала, что речь идет именно о наркомании. Ученые собрали две группы. Одна из них была представлена подростками, страдающими цифровой зависимостью, а вторая зависимыми от наркотиков и алкоголя. И тесты, которые они провели, показали, что цифровая зависимость приводит к тем же изменениям, что и традиционные виды наркомании. То, о чем, собственно говоря, мы сегодня говорили в связи с игроманией. А это вот уже просто следующий этап. Вот потому что сегодня дети, может быть, не будут играть в одноруково, да? Но они сидят дома бесконечно за гаджетами, за этими. Вот играют. Кто-то потом пойдет и в одноруково играть, потому что появятся какие-то деньги, захочется и там. Ну, то есть это вообще вся эта система. Мы вовлечены. Поэтому вся наша жизнь игра, и в ней надо как-то, в общем, разбираться. А цифровой поговорим, наверное, в следующий раз, да? Договорились. Договорились. Все, спасибо, что были с нами. Нас можно увидеть на Ютубе, можно пересмотреть программу, кто не с самого начала смотрел. Ну, а адрес вы знаете. Пастера-22. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok